Рождество Это блюдо И сегодня я хочу с вами поделиться То что я хочу сделать Я буду делать у вас на глазах Я думаю вам понравится И это будет приемлемо для многих семей И для многих бюджетов Я приготовила, ну не все тут ингредиенты Но более такие Которые нужны на первое время Это Вот такая вот лапша Вермишель Можно взять В общем берите сами Что вы подумаете более всего вам подходит Но я думаю что крупные Такие макароны или Рожки они К этому блюду не подойдут Вот лук, морковка Зелень, конечно соль, перец Грибы Может быть я возьму даже побольше грибов Мясо Фарш у меня говяжий Яйца Ну и для украшения нужно будет Кое-что еще и я потом покажу Я думаю что это будут Оливки черные И возможно какой-то еще Крем А, еще и сыр будет у нас Так, для начала я поставлю Отваривать Вот эти вот макароны И поставлю обжаривать лук с морковки И грибами Так, воду я предварительно Согрела в чайнике Чтобы это не занимало много времени Потому что кастрюля дольше закипает Поставлю на огонь Растительное масло Я сейчас налив сковороду Которую я уже поставила на огонь Пока оно у меня греется Быстренько порежу лук Лук буду резать не очень крупно Но и в то же время не мелко Чтобы нормально обжарился Тем более что я потом Хочу Выпустить грибы Вот эту вот начинку Через мясорубку Так, высыпаю на сковороду И натру на терке Морковку И приготовим грибы Не забудем помешать лук Вот эта с камерой возилась У меня не все придирает Поэтому сразу убавляем огонь На небольшой И дадим лук Морковку хорошо так отжарится Чтобы он был мятенький И может быть слегка румяненький Морковка готова Грибы моем И тоже режем Некоторые рекомендуют грибы не мыть А просто обтирать Может быть влажной салфеткой Но я как-то не с большим доверием К этому отношусь Поэтому я все-таки мою Так, режем не очень крупно Но в то же время не сильно мягко Так, чтобы можно было Упустить через мясорубку Круг достаточно обжарился Я добавляю сюда морковку Примешала Здесь у нас Кипящую воду Подсоленную Я высыпала Вытерплась лапсу Я хочу добавить еще Немножко Кипятка Сейчас у меня кипятится Вроде как Жидкости маловато Я не хочу, чтобы получилась каша Чтобы она была Не слипшаяся Тогда я ее буду откидывать Следующими на очереди У нас всегда грибы Тут кипит Сады я добавила Убавляю немножко Температуру Чтобы не сильно было кипение Морковку тоже все уже достаточно И добавляю грибы Грибы быстро впитывают в себя Масло Поэтому я добавила еще Немножко масла Растительного И перемешала все Немножко дам обжариться А потом подсолью Поперчу И потом начнем заниматься фарфом Так как это все потом будет запекаться в духовке Я приготовлю противень Нужно его слегка Я намочу маслом салфетку И обмажу вокруг Итак, грибы у меня обжарились Так видно Перекладываю В какую-то посуду Потому что Сейчас на этой же сковороде Я пожарю фарш Фарш я не буду пропускать Через мясоруб Поэтому я его Жарю отдельно Макароны я откинула Смажем маслом Чтобы они не слепились Пока стоят В ожидании Я беру топленое масло Но вы можете взять любое Сливочное масло И так Опять же Налила Немножко растительного масла На сковороду Он уже подогрелось И добавляю фарш Для обжаривания Который нужно сразу же Сразу же перемешивать Потому что он будет Одним комком Разбиваем Сразу Наливаем Все комочки Чтобы он такой был Однородный Потом добавим Соли Перчиком Солила Добавлю Перчиком И так все перемешаю И так все перемешаю У меня получилась такая масса Я добавляю в нее теперь фарш Я думаю все не буду добавлять Потому что будет очень много фарша А грибов почти не будет Добавлю половин Остальной фарш я использую для других целей Все перемешиваю И так Сейчас у нас такой ответственный момент настанет Я буду собирать поросенка тут Важно чтобы вермишель была не длинная И не слипшаяся Хотя у меня она все равно слиплась Такой сорт Чтобы быстро развалился Но тем не менее Ничего страшного нет Потому что это будет все Вместе смешано все равно Вот из этой массы я должна сделать фигурку Так Ставим Свинюшки рюшком. Это, конечно, не пластилин, из которого вылепить можно. Теперь на эту сверху я положу фарш. Думаю, что можно было даже смешать. Все из одного, как бы, вместе вылепить. Ну, попробую так. Думаю. 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 Итак, я накрыла вот так вот фаршем, но не все, так по краям немножко осталось. Старалась фарш углублять внутрь этой массы с макаронами. Теперь я возьму, размешаю их. И в эту массу добавлю я тоже часть лапши. Это, думаю, будет лучше, потому что это как раз смесь будет порыже, и мне будет легче закрывать этого порысинка. Я не досаливаю, потому что я планирую сверху посыпать сыром. И его можно поперчить. Теперь я буду класть вот эту массу сверху верхним слоем, чтобы поросенок был не темненький, а светленький. И подрумяниваю. Включила духовку на 370 градусов по фаренгейт. И теперь вот такая фигурка у меня получилась не очень пока, правда, похожа. Надеюсь, будет лучше. Не думаю, чем бы ее украсить, чтобы придать ей бит настоящей свиньи. Окей. Упс. Так. Вот так не получается. Ладно, поставим грибочек вот так вниз. Хотя у свинюшки-то хвостик закручивается таким образом. с маленьким колесиком. Так. И сделаем ей, наверное, ушки. Вот так. 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 И вырежем ей пяточок. Какая же свиня и без пяточка. Так. Немножко пяточок крупноватый. Подрежем его вот так. У меня уже потекла жидкость. Надеюсь, она впитается, высохнет немножко. А как глазки мы ей сделаем потом. И заливок. Вот. Черные оливки. В таком виде я поставлю ее запекать. А потом сверху посыплю сыром, чтобы она еще так подрумянилась, чтобы она была более похожа на хорошую свиньку. Поставлю таймер на 25 минут. Посмотрю. А потом будет видно, если этого достаточно. Теперь я приготовила сыр потертый. Черные оливки. И зелень. Через 20 минут я вытащила, чтобы посыпать сыром. Вот так я посыпала. Сейчас опять поставлю в духовку на минуты 4-5. И посмотрим, как растает. Я не стала резать, потому что просто отщипнула, чтобы листики были целые, чтобы сделать украшение, что она стоит на лужочке, на травке. Вот такая вот селинка получилась у меня. Ведь у меня еще бы стояло, чтобы сыр выставил. И сейчас я дам остыть немножко, а потом украшу. Так вот такая у нас получилась хрюшечка. Конечно, лучше взять хорошую большую тарелочку, переложить. Но так как у меня такой большой нет, я оставляю на минуту в противне. Поздравляю всех вас с наступающим Новым Годом, с Рождеством Христовым. Желаю всем здоровья, счастья, мира, благополучия и вкусного блюд на столе. Всем пока. Продолжение следует.